В фонде гарантирования вкладов заявляют о давлении со стороны правоохранителей и ряда нардепов в деле о возврате долга, выданного скандальными бизнесменами, братьями Сигал, бывшим акционером Надробанка. Речь идет об имуществе крупнейшего предприятия по переработке сои в Украине. Оно уже не раз подвергалось рейдерским атакам со стороны бывших владельцев. Подробности в нашем материале. 25 миллионов долларов. Именно столько еще в 2008 году бизнесмены Илья и Вадим Сигал незаконно под видом кредита выявили из своего же Надробанка. Теперь банк находится в стадии ликвидации. Однако экс-владельцы не только не вернули долг, но пытаются возвратить себе залоговое имущество, принадлежащее крупнейшему в Украине предприятию по переработке сои, каховка протеинагра. От фонда гарантирования вкладов требуют продать его в обходы аукционов и торгов по цене в три раза ниже. Простить бывшим владельцам более 80 миллионов гривен долга. Денег, которые принадлежат вкладчикам банка. Санация этого предприятия сейчас полностью контролируется предприятием Вездикс Инвестмент Лимитед, которое находится в сфере влияния братьев Сигалей, именно тех людей, которые в свое время выдавали кредит каховка промагра, который не платится. И осуществляется давление со стороны арбитражного управляющего, который в процедуре санации есть. Осуществляется давление со стороны ряда известных народных депутатов, которые своими запросами запугивают и склоняют нашего ликвидатора к тому, чтобы она пошла на незаконные действия. В январе этого года экс-владельцы уже организовали попытку рейдерского захвата предприятия. На территорию ворвались тетушки в балаклавах, применив против охраны завода оружие. Четыре человека с огнестрельными ранениями попали в больницу. Бандитами тогда руководил следователь генпрокуратуры Александр Буковчанник. Отбить нападение удалось лишь благодаря вмешательству полиции. Общественные активисты уже не раз заявляли о том, что нужное бывшим собственникам решение принимают несколько коррумпированных судей. А попытки шантажировать фонд гарантирования вкладов длятся несколько лет. Должник вовремя не исполнил свои обязательства. Банк пытался эти обязательства принудительным образом обязать должника исполнять. Более того, по этим причинам, или в том числе по этим причинам, банк стал неплатоспособным. Фонд гарантирования вкладов, как государственный орган, пытается максимизировать для вкладчиков на Дробанка сбор денег с тем, чтобы как можно больше раздать тем, кто пострадал в ситуации с банком НАДРА. В то же время, вместо того, чтобы выставить определенный долг на аукцион, какой-то должник шантажирует фонд гарантирования вкладов и пытается принудить его к невыгодной сделке. В фонде гарантирования вкладов утверждают, что будут действовать исключительно в рамках закона. А вот кто и за какие обещания пытается помочь скандальным бизнесменам-должникам незаконно вернуть себе имущество, в том числе шантажируя госслужащих, вопрос для правоохранительных органов. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.